Здравствуйте, друзья! У нас сегодня с вами 42-й грамматикум. Проходим регулярные глаголы второй группы. Посмотрим сначала список. У нас есть 350 глаголов. Это цифра приблизительная, плюс-минус, потому что есть определенное количество глаголов, которые не меняются, то есть новые глаголы не образуются. Это, например, вот эти. А есть глаголы, которые образуются от прилагательных, то есть, в принципе, эта группа может расширяться, если вдруг кому-то захочется от какого-то прилагательного образовать этот глагол. Но об этом мы поговорим попозже. Сейчас посмотрим глаголы вот этой вот группы. И я вам их прочитаю, вы повторяйте за мной, мы переводим. Finir – заканчивать. Choisir – выбирать. Amplir – заполнять водой стакан, например, или формуляр какой-то. Accomplir – выполнять что-то, например, миссию. Agir – действовать. Saisir – схватывать что-то. Можно и в прямом смысле что-то схватить, полку, который летит, мяч, который летит. Или мысль какую-то. Ensuite, applaudir – аплодировать. Atterrir – приземляться. Atterrir – приземляться. Avertir – предупреждать кого-то об опасности. Batir – что-то строить. Convertir – из одного формата в другой, например, или из религии какой-то в другую религию. Convertir. Ensuite, definir – давать определение, определять. Envair – заполнять что-то, например, реклама заполнила все наше пространство. Etablir – устанавливать, например, правила. Fornir – доставлять что-то. Garantir – гарантировать. Investir – инвестировать. Franchir – пересекать, например, порог. Reflexir – размышлять. Reunir – собирать вместе. Reussir – удаваться, сделать что-то хорошо. Subir – подтвергаться чему-то. И вы можете в словаре еще посмотреть, конечно, потому что там будут другие тоже значения. Сейчас просто читаю, вы повторяете за мной. Finir – choisir – remplir – accomplir – agir – saisir – applaudir – atterrir – avertir – bâtir – convertir – définir – avair – établir – fûrnir – fûrnir – garantir – investir – franchir – réfléchir – réunir – réussir – subir. Я выбрала здесь самые популярные глаголы, разумеется, их больше. Эти глаголы у меня под цифрой 1 римская, потому что, в принципе, мы не догадаемся сразу, от какого слова они образованы. То есть, или они от разных слов, например, finir, там может быть, ifin, choisir, там может быть, choix, atterrir – это земля и так далее. Ну, вот все по-разному. Почему? Я их противоставляю другой группе глаголам, которые образованы от прилагательных. Давайте их прочтем. Grandir – расти, вырастать. Blanchir – это может белеть, а может, например, когда в кухне термин «бланшировать» что-то. rujir – краснеть, agrandir – увеличивать что-то, assenir – делать что-то более здоровым, grossir – толстеть, nuarsir – чернеть, blondir – светлеть, например, волосы, élargir – что-то делать более широким, malsir – стройнить, maigrir – тащить, худеть прям сильно, потому что прилагательное maigre – это тощий, palir – прилагательное pali – бледный, то есть бледнеть, становится очень белым, verdir – зеленеть, žunir – желтеть, а žunir – омолаживаться. То есть можно придумать такую ситуацию, в которой есть какое-то прилагательное, и вы от него захотите сделать глагол, это был глагол именно второй группы. Поэтому вот это 350, в языке мы можем что-то придумать, то есть даже если этот будет глагол не совсем потребительный, это возможно. И что бы хотелось сказать о глаголах второй группы? Они регулярные, точно так же, как и глаголы первой группы, то есть у вас есть схема, если вы знаете, что глагол у нас второй группы, то обязательно вы спрягаете по этой схеме, независимо от того, знаете вы значение, его не знаете, конечно же, лучше знать, но все равно, то есть эти все глаголы, там не нужно ничего запоминать, вы запоминать только одну схему. И как раз таки сейчас в этом видео мы посмотрим с вами 5 времен, 5 форм, в которых мы будем спрягать глаголы второй группы, и вам поможет это запомнить, как они спрягаются. Например, шуазиев, это у нас корень, убираете эту эх, она нам больше не нужна, нам нужно все, что без эх, только одну букву, от финитива вы убираете, и в настоящее время добавляете окончание с, с, т, здесь у вас дубль с, о, н, с, дубль с, о, з, и дубль с, о, н, т, то есть во множественном числе вы к вот этой основе прибавляете аж 5 букв, д'accord? Вот поэтому я этот дубль с и выделила здесь, его забывают очень часто. И давайте посмотрим, что получается. Je choisi, tu choisi, il choisi, nous choisissons, vous choisissez, il choisissons. И давайте еще раз. Je choisi, я выбираю. Tu choisi, il choisi, nous choisissons, vous choisissez, il choisissons. Следующий глагол. Applaudir. Аплодировать. Опять же, убираем «r» и такие же окончания, потому что это регулярная группа, мы добавляем и здесь. Получается. J'applaudis, tu applaudis, il applaudis, nous applaudissons, vous applaudissez, il applaudissons. Еще раз. J'applaudis, tu applaudis, il applaudis, nous applaudissons, vous applaudissez, il applaudissons. Еще один глагол. Avertir. Предупреждать кого-то об опасности. Здесь в отрицании. Je n'avarti pas. Основа плюс «s». Tu n'avarti pas, il n'avarti pas, nous n'avartissons pas, vous n'avartissez pas, il n'avartissons pas. Еще раз. Je n'avarti pas. Tu n'avarti pas, il n'avarti pas, nous n'avartissons pas, vous n'avartissez pas, il n'avartissons pas. Прошу вас все это, может быть, тетрадочку записать, еще раз прочесть, потому что так лучше запомниться. Дальше вы делаете сами спряжение глагола «рефлещи» и выключаете меня. И сейчас я перелистну следующий слайд, и будет уже ответ. Лучше самим проспрягать. Перелистываю. Надеюсь, что у вас получилось. Если не совсем запомнили, вернитесь обратно, возьмите еще другие глаголы, которые там были, и в настоящем времени опять проспрягайте много-много-много, и дальше уже смотрите время следующее, потому что, чтобы не накапливалось, никак снежный ком было. Здесь, опять же, вы берете все, что без «р» в инфинитиве, и добавляете вот эти окончания «с», «с», «с» и «т». А здесь «с», «с», а дальше как окончание в первой группе «ОНС», «ОЗ» и «ОНТ». И переходим к следующему времени, это passé-композе. Здесь нам важно запомнить, какой у нас партисип-пассе. Партисип-пассе – то же самое, вы убираете просто «р», и все, что остается, это будет наш партисип-пассе. Очень легко. То есть получается «я построенела» или «я построенела» «je merci», то есть мы спрягаем глагол «merci» в passé-композе с глаголом «avoir», в конце концов «je merci», «tu а merci», «il а merci», «nous avons merci», «vous avez merci», «ils ont merci». Давайте еще разпришим. «J'ai merci», «tu а merci», «il а merci», «nous avons merci», «vous avez merci», «ils ont merci». Следующий глагол в passé-композе «rajeunir», «pomолодеть». «Je rajeuni», «tu а rajeuni», «il а rajeuni», «nous avons rajeuni», «vous avez rajeuni», «ils ont rajeuni». То есть все, что без «r», очень легко. Еще один глагол «grandir», «расти». «Je grandir», «tu а grandir», «il а grandir», «nous avons grandir», «vous avez grandir», «ils ont grandir». Теперь вы глагол «ружir» краснете. Приспрягайте, пожалуйста, по-сякомупозе, можете в отрицании, в утверждении. И сейчас будем проверять. Выключите меня, не смотрите, сразу ответы пропишите. Перелистываю. «Je rajeuni», «tu а rajeuni», «il a rajeuni», «nous avons rajeuni», «vous avez rajeuni», «ils ont rajeuni», «elles ont rajeuni». Здесь очень легко в passé-композе. Если вдруг не запомнили или просто хотите потренироваться, возьмите другие глаголы, что были в начале списка, и проспрягайте их еще раз в passé-композе. А мы перейдем к «imparfait», будем спрягать глагол «definir», определять, давать определение в этом времени. Вспоминаем, как образуется «imparfait», то есть это первое лицо, множественное число «nous». Глагол «definir» в «nous» имеет форму «nous définissons». То есть мы берем основу «definisse», все, что без окончания, и к этой основе прибавляем окончание «imparfait». То есть получается «nous définissons», «definisse» наша основа. Я что-то определяла, давала определение, получается «je définissais», «tu définissais», «il définissait», «nous définissons», «vous définissiez», «il définissait». Voilà, еще раз прочтем. «Je définissais», «je définissais», «tu définissais», «il définissait», «nous définissions», «vous définissiez», «il définissait». Ensuite, глагол «envair» – что-то заполнять. «Nous envairisons» – это настоящее время. «Envairis» с «s» – это наша основа. К этой основе прибавляем окончание «imparfait». «Je n'envairisais», «tu n'envairisais», «il n'envairisais», «nous n'envairisions», «vous n'envairisais», «ils n'envairisais». Еще раз. «Je n'envairisais», «tu n'envairisais», «il n'envairisais», «nous n'envairisais», «vous n'envairisais», «ils n'envairisais». Следующий глагол «этаблить» – устанавливать что-то. «Nous établissons», «этаблиться» – основа, значит, мы к ней прибавляем окончание «imparfait». «Je n'envairisais», «tu n'envairisais», «il n'envairisais», «nous n'envairisais», «vous n'envairisais», «ils n'envairisais». И еще раз. «Je n'envairisais», «tu n'envairisais», «il n'envairisais», «nous n'envairisais», «vous n'envairisais», «ils n'envairisais». «И maintenant vous» – глагол «garantir» в «imparfait». Еще раз. Вы вспоминаете форму «ну», там будет окончание «отбрасываться», остается только основа, которая будет заканчиваться на дубль «s». И к этой основе вы прибавляете окончание «imparfait». «И bon». Я перелистываю, надеюсь, вы сделали. Еще раз. «Je n'envairisais», «tu n'envairisais», «il n'envairisais». Еще раз. «Je garantissais», «tu garantissais», «il garantissais», «nous garantissions», «vous garantissais», «il garantissais». «Reussir au présent du subjonctif». У нас субжонктив образуется от третьего лица множественного числа, то есть это «ils s» на конце. То есть «il réussis» во множественном числе, значит, все, что без окончания, «reussis». Это и будет наша основа для субжонктива. Если не помните, посмотрите, пожалуйста, плейлист «Просьбжонктива». Я там ссылку внизу. «Je réussisse», «tu réussisse», «il réussisse», «nous réussissions», «vous réussissez», «il réussisse». Еще раз. «Je réussisse», «tu réussisse», «il réussisse», «nous réussissions», «vous réussissiez», «il réussisse». Дальше. «Reunir», собирать что-то. «Je réussisse», «je réussisse», «tu réussisse», «il réussisse», «ну réussissions», «vous réussissiez», «il réussisse». Мы читаем «je réunisse», «tu réunisse», «il réunisse», «nous réunissions», «vous réunisse», «il réunisse», «agir», «действовать», «j'agisse», «tu agisse», «il agisse», «nous agisse», «vous agisse», «il agisse», «nous agisse», «vous agisse», «il agisse». Если вы ещё не проходили субжунгтив, пролистывайте. Если же вы знаете субжунгтив, то можете сделать упражнение, то есть глагол «полив» в субжунгтиве «сами приспрягайте». То есть вы вспоминаете, ещё раз напоминаю, или во множественном числе глагол «полив», то есть в настоящем времени. И к этой основе вы прибавляете окончание по схеме то, что было. «Ö, Ö, S, Ö, I, UNS, I, Z, UNT». Если нет, то не спрягайте. Для тех, кто проспрягал, смотрим дальше. Сами вы спрягаете, останавливайте видео, и потом мы смотрим. И мы смотрим. «Полисье» или «Полись», то есть «бледнеть», ещё раз. «Je полисса», «tu полисса» или «Полисса», «nous полиссions», «вы полиссе» или «Полисса». И последнее, «футур simple». Тут вообще всё легко, берём инфинитив и прибавляем окончание по схеме. Причём эти окончания вот тут в башмаке, то, что я называю башмаком постоянно, то есть форма «жутю» или «эль», это у нас глагола «вуах», посмотрите. А здесь окончание, как у настоящего времени, «О, Н, С, О, З». То есть к инфинитиву прибавляете эти окончания, и получается у нас «futur simple» в будущее время. И красиво оно звучит. «Je n'investirai pas», «tu n'investiras pas», «il n'investira pas», «nous n'investirons pas», «vous n'investirez pas», «ils n'investiront pas». Без «ne» прочтём. «Je n'investirai pas», «tu n'investiras pas», «il n'investira pas», «nous n'investirons pas», «vous n'investirez pas», «ils n'investiront pas». Следующий глагол «subir», «подтвергаться чему-то». Например, говорят про операцию, что я ей подтвергся. Или можно какой-то, например, агрессии подвергнуться. Читаем. «Je n'subirai pas», «tu n'subirai pas», «il n'subirai pas». «nous n'investirons pas», «vous n'investirai pas», «ils n'investiront pas». Инфинитив плюс окончание. В башмаке это глагол «voir», а в форме «ну», «ву» это в настоящее время, как в первой группе. Окончание, чтобы вы запомнили. Ещё раз, без «ne». «Je n'investirai pas», «tu n'investiras pas», «il n'investira pas», «nous n'investiront pas», «vous n'investiront pas», «ils n'investiront pas». Ensuite, глагол «atterir», «приземляться». Тут у нас будет в отрицании. «R» сложно, если сложно, посмотрите видео про то, как нужно ставить «r», тоже дам ссылочку внизу. «Je n'atterirai pas», «tu n'atterirai pas», «il n'atterirai pas», «nous n'atteriront pas», «vous n'atterirai pas», «ils n'atteriront pas». Без «ne». «Je n'atterirai pas», «tu n'atterirai pas», «il n'atterirai pas», «nous n'atteriront pas», «vous n'atterirai pas», «ils n'atteriront pas». И, bien, глагол «гросир», «толстеть», прослегайте, пожалуйста, в утверждении, или лучше даже в отрицании, то есть «я не потолстею», «ты не потолстеешь», и давайте проверять, надеюсь, вы сами сделали. «Je ne grossirai pas», «tu ne grossirai pas», «il ne grossirai pas», «nous ne grossirai pas», «vous ne grossirai pas», «il ne grossirai pas». «Je ne grossirai pas», «tu grossirai pas», «il ne grossirai pas», «ne grossirai pas», «vous grossirai pas», «ils ne grossirai pas». Eh bien, c'est tout, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.